Народ, всем привет! Я давно хотел попробовать проэкспериментировать и приобрести для себя вот такую вот солнечную панельку, что-нибудь с ней на даче соорудить, как я говорил, может попробовать одну из камер видеонаблюдения повесить на солнечную панель и посмотреть, будет ли это все дело работать. И вот, наконец-то, я себе ее купил на Алике, посылочка пришла, и сегодня я расскажу, что это и стоит ли это вообще брать. Поехали! Итак, что я купил? Я купил себе вот такую вот солнечную панель, поликристаллическая панелька по размеру 43 на 20 сантиметров. Как видите, она достаточно немаленькая. Что самое смешное, это одна из самых популярных продаваемых солнечных панелей на Алиэкспрессе. Она заявлена как 21 вольт и 1000 ватт. Представляете? Типа целый киловатт. То есть, в теории на ней можно было бы и чайник вскипятить. Но это, к сожалению, не так. С этой панельки мне удалось выдавить максимум 10 ватт. Забегая наперед, я вам скажу. По тестам все будет дальше. Для разнообразных поделок, которые мы планируем, в принципе, вещь достаточно неплохая. Панелька стоила мне 33 доллара вместе с контроллером заряда. Вещь, кстати, достаточно незаменимая для этой темы. Далее я объясню почему. Что из себя представляет панель? Это поликристаллическая солнечная панель. Уже готовая. Как видим, гибкая на пластиковой основе. Которая имеет с этой стороны 4 отверстия для крепления, либо для присосок. Они идут в комплекте. И с обратной стороны панели есть вот такой вот блочок. С двумя USB-портами. С портом USB Type-C. И выходом 5 на 2.5, по-моему, если не изменяет память. По нему выходит полное напряжение самой батареи. А от USB-портов, соответственно, можно заряжаться. Они выдают 5 вольт. Как указано, 3 ампера. Но 3 ампера здесь, к сожалению, нет. Опять же, каждый порт выдает по амперу. Ну, конечно же, 3 в сумме китайских. Это 3. Но больше 1 ампера на порт не выходит. Что по характеристикам. Панелька выдает на ярком солнце 22 вольта. И ток короткого замыкания у нее 0,6 ампер. Это нам говорит о том, что панель рассчитана где-то на 10 ватт максимум. Больше из нее не выдавить. Что же касается самого контроллера. Вот такая вот вещица. Как мы видим, тоже с двумя USB-портами. И для чего она вообще нужна. К этому контроллеру подключается солнечная панель. К нему же подключается батарея. И сюда же подключается нагрузка. Ну, какая-то лампочка, не знаю. Или даже камера, которую мы будем пробовать подключать. Солнечная панель передает энергию в контроллер. Контроллер в батарею. И все это дело питает нашу нагрузку. В дальнейшем я объясню, как это работает. Что по комплекту. Пришло все это дело вот в такой вот картонной коробочке под размер панели. Панелька была у нас упакована в пупырочку. То есть, в принципе, все пришло неповрежденное. Все было красиво. Внутри лежат небольшие инструкции. На английском и на китайском. В которых написано, как все это дело подключается. И инструкция непосредственно к контроллеру. Опять же, на английском и на китайском. В комплекте шло еще два провода. С двух сторон. С одной стороны у обоих у них выход 5х25. Могу ошибаться. Я точно не помню маркировку этих гнезд. Которые включаются у нас в солнечную панель. И с другой стороны на одном были крокодилы. А на втором зачем-то автомобильный перекуриватель. Возможно, это можно втыкать в перекуриватель и от солнечной панели напрямую заряжать автомобильный аккумулятор. Что, кстати, тоже идея. Но если отрезать оба провода, то система собирается в кучу. Мы берем часть кабеля, подключаем в солнечную панель. Пускаем в контроллер. К контроллеру мы здесь будем на крокодилы подключать аккумулятор. И отсюда как раз удачно точно такой же разъем под камеру. Что интересно по этой вещи, на Алиэкспрессе очень много негативных отзывов. Какого рода? О, обманули. Не та мощность. Заявлено 1000 ватт. В реале десятка. Да, так и есть. Тут примерно 10 ватт. И дальше я вам покажу все по тестам. И еще один из самых распространенных комментариев, это то, что вся система не работает. Люди берут, подключают солнечную панель к контроллеру, направляют все это дело на солнце, сюда включают нагрузку, и система не работает. Даже контроллер не стартует. Да, так и есть. Все эти вещи не работают, пока сюда не подключена основная батарея. Потому что система завязана именно на батарее. Батарея питает нагрузку, а солнечная панель, в свою очередь, заряжает батарею. И пока в системе нет батареи аккумулятора, она не работает. Ну что, а теперь давайте попробуем протестируем эту штуку. Причем сделаем мы это заведомо в двух режимах. И это важно. Сделаем первый тест при хорошей погоде, когда светит яркое солнце. А второй тест мы сделаем при плохой погоде, когда на улице облачно. И вы поймете, насколько жизнеспособна данная вещь. И вот на улице прекрасная солнечная погода. Февраль месяц на дворе. Солнце светит прямо к нам в окошко на балконе. И на него мы повесим панель. И проверим, как все это работает. Итак, сначала проверим, какой же вольтаж. Цепляем наш тестер за батарею. И видим, что даже за стеклом батарея нам выдает 20,5 вольт. На самом деле, если убрать стекло, то батарея будет выдавать все 22. Если зацепить небольшую нагрузку в виде 2-х ваттной светодиодной 12-ти вольтовой лампочки, то видим, что вольтаж проседает не сильно. После этого мы немножко поменяем схему и посмотрим на ампераж. Что же нам будет выдавать панелька через окно. И мы видим, что 0,07 ампера. На самом деле, совсем ерунда, потому что светодиодная лампочка ничего не потребляет. Однако, если мы возьмем лампу накаливания на 12 вольт и 20 ватт, и зацепим точно так же в эту схему, что же мы увидим? Увидим мы то, что ампераж подскакивает до 0,44-0,45 ампер. А если убрать, опять же, стекло и панель напрямую направить на солнце, то это будет примерно 0,55-0,6 ампер. При этом вольтаж падает практически в ноль. То есть батарея у нас не вытягивает такую нагрузку. И как видите, лампочка совсем не загорается. Однако, если мы уберем лампочку на 20 ватт и возьмем точно такую же лампочку на 12 вольт, но на 10 ватт, и направим батарею напрямую на яркое солнце, без стекла, без окна, то мы видим, что лампочка уже пытается разжигаться. Вольтметр показывает нам, что в системе есть примерно 5 вольт, и все это дело потребляет порядка 0,55 ампера. Следующим шагом проверим порт. Я взял пауэрбанк и через вот такой вот, опять же, китайский тестер с Алика подключил напрямую в панельку в ее USB-порт. И мы видим, что выдает почти 5 вольт и 0,9 ампера. В принципе, в хороший солнечный день от этой панельки можно с лихвой зарядить телефон, ну или пауэрбанк. И опять же, тест на прямое солнце без стекла. Как мы видим, в максимуме на коротком замыкании мы можем получить примерно 0,55-0,6 ампера. Продолжаем наш тест. Как видим, опять же, погодка отличная. И теперь мы соберем систему с нашим контроллером. К контроллеру подключена солнечная батарея, к ним же подключен литий-полимерный аккумулятор, что не совсем правильно на самом деле. Я уже объяснял и объясню в дальнейшем, что нужен именно свинцовый аккумулятор. И нагрузка в виде лампочки в 20 ватт. Если напрямую от солнечной панели лампочка не разжигалась, то теперь мы видим, что она работает ярко и хорошо, потому что питает энергию из батареи. А батарея, в свою очередь, заряжается от солнечной панели. Мы видим индикацию на экранчике, моргает стрелка. Это говорит о том, что идет заряд. И заряд в батарею у нас идет через стекло 0,33 ампера. Без стекла было бы больше, где-то 0,4-0,5. Как видите, все отлично работает. Опять же проверим USB-порт в самом контроллере. И здесь картина на самом деле чуть хуже, чем в панели. Если мы воткнемся в контроллер тестером, ну и поставим, например, от него зарядку мобильного телефона, то мы видим, что контроллер выдает порядка 5 вольт и 0,6 ампера. В принципе, от него тоже можно вполне что-нибудь зарядить. Мобильный телефон, пауэрбанк или запитать какую-нибудь электронику, которая работает от USB. Что же касается самого контроллера, что мы можем на нем видеть? Два USB-порта, 6 болтов под подключение, экран и три кнопки. Мы видим, что у нас напряжение в данный момент в нашей импровизированной сети 14,2 вольта. Моргает солнечная панель, значит идет зарядка аккумулятора. Аккумулятор в свою очередь отдает питание на нагрузку, к которой у нас подключена лампочка. Ее можно кнопкой выключить или включить. Что умеет сам контроллер? Ну, кроме того, как заряжать и разряжать батарею, которая основная в системе, можно сделать тонкие настройки. Нажимаем кнопку меню и начинаем переходить по разным настройкам. Сейчас мы видим, что в нашей системе 14,2 вольта. Это напряжение аккумулятора. Жмем кнопку меню, нам показывают 14,4 вольта. Это до какого состояния солнечная панель максимум может зарядить аккумулятор. 12,6 это напряжение, при котором у нас солнечная панель зарядит аккумулятор, если он был полностью разряжен и система включит нагрузку. И 10,7 вольта. Это минимальное напряжение аккумулятора, при котором контроллер выключит нагрузку, чтобы аккумулятор не убило в ноль. Также режим работы нагрузки 24 часа, либо в заданное время. И вид аккумулятора. Хочу заметить, что данный контроллер корректно работает только со свинцовыми аккумуляторами и гелевыми, которые идут на 12 вольт. Ну, допустим, такие как ВБП или автомобильные. Под литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы эта вещь не рассчитана, потому что здесь нагрузка идет от 10 до 14 вольт. Сборочки на литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторах работают в других диапазонах напряжения. Что касается индикации, опять же, мы видим, что солнечная панель включена, стрелочка моргает, она означает, что заряжается аккумулятор. Если солнечная панель отключена, вот я выдерну из нее провод. Хоп, мы видим, что аккумулятор больше не заряжается. И нагрузка. Она либо есть, либо нет. Включить-выключить. Если будет моргать аккумулятор, значит, вы подключили неправильную полярность. Надо поменять полярность. Если будет моргать сам значок солнечной батареи, значит, неправильная полярность, подключение солнечной батареи. Просто поменяйте провода местами. Если эта стрелочка не моргает, а просто постоянно горит, допустим, при достижении нужного напряжения в 14,4 вольта максимальная, то значит, солнечная панель не заряжает аккумулятор. Контроллеры продаются разные. Выглядят они одинаково, но у них есть разные мощности. От 10 до 100 ампер. Я взял самый топовый на 100 ампер, но нагрузки под 12 вольт и 100 ампер у меня, к сожалению, не нашлось. Максимально, что я смог найти, это 4 лампочки на 20 ватт и небольшой кулер от компьютера. Если мы все это запитаем через нагрузку, мы видим, что 6 ампер, а это при 12 вольтах немало, через контроллер пролетает вообще без проблем. Я думаю, что потянет и больше. Не уверен, что насчет 100 ампер. Но ампер 20-30 должно быть точно. А теперь огромная ложка дегтя в нашу бочку меда. Протестируем данную панельку при пасмурной погоде. Условия те же, местоположение тоже, только небо затянуто. На улице примерно 2 часа дня и солнце как бы должно светить в панель прямо. Подключаем пауэрбанк сначала в USB разъем через тестер. И что мы видим? Видим то, что зарядки почти нет никакой. 4,5 вольта и 0,02 ампера всего лишь. Фактически ничего зарядить не получится. Ни телефон, ни пауэрбанк. И повторим наш тест на две лампочки. Светодиодку и обычную лампу накаливания на 20 ватт. Как видим, панелька изначально выдает вполне неплохие показатели. тех же самых 20 вольт. Даже в пасмурную погоду. Но стоит нам дать на нее нагрузку и картина очень сильно меняется. Если вы помните при тесте со светодиодной лампочкой в хорошую солнечную погоду, вольтаж практически не изменялся совсем, потому что она ничего не ест. Однако, если зацепить в пасмурную погоду такую же маленькую светодиодную лампочку, то мы увидим, что вольтаж проседает аж до 8 вольт. А это очень сильное падение. Если мы зацепим 20 ваттную 12 вольтовую лампу накаливания, то вольтаж, конечно же, уходит вообще в ноль. Что же касается по амперажу, то мы видим, что как светодиодная, да и лампа накаливания получает в панели на данный момент всего лишь 0,03 ампера. Ничтожно малую силу тока. Это говорит о том, что заряда от панели на данный момент даже через контроллер на аккумулятор практически не будет идти. Это очень маленькие цифры. Грубо говоря, в пасмурную погоду данная панелька абсолютно бесполезна. Ну вот, дорогие друзья, сами видели, что получается по тестам. Когда на улице хорошая погода и есть солнце, то да, действительно, панелька выдает 10 ватт. Она выдает свои 22 вольта или сколько вам нужно. И среднее напряжение она выдает 0,6 ампера. То есть 10 ватт мы имеем. Когда на улице погода плохая, вещь абсолютно бесполезная. Она ничего не заряжает. Поэтому смотрите именно по региону, где вы живете. Если у вас куча солнечных дней в году, пожалуйста, с этой штукой можно придумать что-то прикольное. Какое-то освещение на даче или запитать от нее какой-то там нетребовательный 12-вольтовый электроприбор и так далее. Либо этих панелей можно же собирать и в кучу-в кучу-в кучу. Это можно умножить системам. Чем больше панелей, тем больше будет энергии подаваться непосредственно на зарядку аккумулятора. Ну а дальше уже все зависит от вашего аккумулятора, который будет стоять в паре с контроллером в данной системе. Ну а мы продолжим экспериментировать и я попробую все-таки куда-нибудь ее применить и что-нибудь от нее запитать. Где брал все дочку в описании. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Заглядывайте в описание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok